Приветствую вас! Но это новость для жителей России. Президент Российской Федерации, он же без зуба щенок Владика Путин, дал поручение Центробанку Российской Федерации Разработать механизм, правда красиво звучит, добровольной обмена наличных, нет, там нет слова доллара, спорить не буду. Там в документе написано валют недружественных стран, но намек на доллар и евро. То есть Центробанк должен разработать механизм добровольной обмены наличных долларов и евро на российские фантики, который случайно называется рубля. Ну вы знаете, как в России это добровольно, да, да, да. Не, я понимаю, что там это типа, чтобы избавиться зависимостью от недружественных валют и так дальше. Но это Центробанк, вы помните. К админу разработать механизм, который позволял бы исключить с обращения на территории Украины валюты недружественных стран. Там везде такая вот... Ну, другими словами, чтобы действительно, ну, наличных долларов в евро и гривна на территории цифрации не было. Ну, по большому счету, да, это можно сделать вполне реально. Но, где же еще третье? Ну, это уже Госдума. Значит, Госдума изучить возможность внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации. Наказание за... Там, правда, звучит незаконные валютные операции. А, нет, нет, не валютные, финансовые операции. Ни слова даже валютные. Финансовые. Но с валютами недружественных стран. Ну, то есть, другими словами, так понимаю, ну, вы же понимаете, что добровольно без уголовщины не получится. По этой причине, я так понимаю, что примут закон, согласно которому, что если вы не обменяете, ну, так вот. В стерке. Ну, не знаю, знаете ли или нет, в Советском Союзе действительно за валютные операции была расстреляна статья. Было, было. Даже расстреляли. Причем, вы все знаете Ротова, который расстреляли. Но, вообще, больше сорока человек расстреляли по валютным статьям. Там было, было. Да, спорить не буду. В Советском Союзе был такой забавный курьер. Когда пришел Хрубачев, уголовную статью за валютные операции не отменили. Не удивляйтесь. Но, люди уже открыто, ну, как бы, меняли, покупали уже. То есть, уже не боялись. Понимаете? И получилась такая ситуация. Уголовная статья есть, но ее никто не применяет. И это действительно было довольно долго. Мало кто знает. Практически до, почти до самого конца Советского Союза, статья уголовная, причем расстрельная за валютные операции была. Но, милиция, ну, как бы, закрывала глаза. Ну, там, правда, было разъяснение Высшего Верховного Суда от отдачи СССР, что, что является, ну, как бы, фактом преступления. Что, если эта валюта используется для преступной деятельности. А если так, то неприступно. Ну, вот, дошли такую, как бы, ну, лазейку, типа, что, ну, почему надо... И тогда действительно валюта в СССР появилась еще, как бы, ну, открыто, открыто. Потому что, нет, самое интересное, что в СССР даже несмотря на то, что действительно это была расстрельная статья, валюта крутилась. Да, и споры там были, конечно, такие нюансы, нюансики, но крутилась. А вот когда при Горбачеве, ну, в общем-то, вот эти первые меняла, при Горбачеве появились, ну, в той же Москве, да. Причем, ой, не, не возиться, мол, они были, не, не, он уже забыл, в каком месте. Ну, были бы, ну, как, они меняли, они ходили туда-сюда, и говорят, там, доллары, доллары. Вот тогда не было евро, были дочки, дочки, да, да. И да, это были, ну, то есть, можно было поменять. А первый обменник на территории Советского Союза появился в Риге, да. Нет, это был первый обменник, где, ну, типа, мало того, даже в начале была какая-то ситуация. Мы могли взять советские рубли, приехать в Ригу, и в обменнике поменять на доллары. Ну, или там, в Deutsche Marker, такая была ситуация. Такой, да, такой момент был. А теперь обратно, как в Советском Союзе? Нет, я понимаю, так сказать, хорошо, зачем нам этот доллар, зачем этот... Я не сплю, да. Хотите жить, как в Советском Союзе? Да кто вам мешает, Господи? Путин же за вас, видите, как переживает. Даже специально уголовное наказание хочет вести. Чтобы уже почувствовали, все, молодец. Нет, чертовски нравится мне его решение, так и надо. Давай. Ну, просто единственное, что очень скоро Россия развалится, так что будет то же самое, что... Уголовная статья будет применять мне, кому будет. Ладно. Все, благодарю за внимание, так что сдавайте доллары. А то расстригает. В России это плохо. Далее. Уголовная статья Продолжение следует...